Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня продолжаем прохождение State of Decay. В предыдущей серии у нас была непростая дилемма относительно Алана. Что с ним делать? Заразился он чёрной лихорадкой, и сейчас может, в принципе, обратиться в зомби. В комментариях, естественно, кровожадная аудитория посоветовала его практически единогласно пристрелить, дабы не подвергать опасности всю остальную общину. Но я пока не готов взять на себя такой груз ответственности. Представляете себя, на его месте вас там кто-то приговорил заочно к расстрелу, ни за что, ни про что. А может он не обратится, вот просто так взять и убить человека. Так легко. Пускай это и бот, но тем не менее, если как бы на себя примеривать шкуру Маркуса, я бы, наверное, не решился. Если он обратится, тогда дело другое, его можно будет пристрелить, он уже не будет человеком, это будет лишь его оболочка. Что ж, что нас тут Маркус набрал с момента предыдущего эпизода? Опять набрал закусок, любит он закуски. Давайте разгрузимся. Вот Аллан стоит, обречённо ждёт. Можно его, конечно, выгнать из общины, но это фактически так же смертный приговор для него. Он погибнет один в мире на полном зомби. Остальное всё я, в принципе, оставляю. Что у нас по заданиям? Точнее, не по заданиям, а по персонажам нашей общины. Двое пропали. Это Карен Толберт и Остин Баррера. Ну, с Алланом всё понятно. Что ж, а вот теперь по квестам пройдёмся. Пропавшие и выжившие, это кто-то вот из наших исчезнувших. Ну, два квеста в другом городе так и остались. Плюс узнать о рейдах. Ну, это потом мы выполним охоту на зомби Жиртрест. Давайте в такой последовательности сейчас пойдём. Найдём этого пропавшего-выжившего. Потом, наверное, уничтожим Жиртреста. Поможем, если задание ещё будет активно. Ну, и займёмся расчисткой нескольких вот этих скоплений крикунов. Вот такой вот план на серию. Надо расчищать постепенно территорию, обыскивать здесь все дома в этом городе. Ну, и потихоньку переезжать уже в следующий. Дверь, я надеюсь, закроется сама. Да. Ветром закрыла. Ух, нихрена себе, это что такое? Это что за... Это привет из 90-х? Ой, блин, если бы... Какое мне показали в 93-м году, я бы сказал бы ещё, что вау, текстурки супер. И самое интересное, что диски и шины у остальных машин в полном порядке. Офигенно. А что у нас с настройками графики? Секунду, давайте посмотрим. Да и нет, всё как было на ультра, так и осталось. Какой-то просто баг. Эксклюзивная у одной машины, впервые такое вижу. Ну, ладно. Значит, я буду использовать сейчас пикап повреждённый. У нас, к сожалению, нету. Ремонтной мастерской. В церкви, в этом лагере, поэтому машины не ремонтируются. Тем более их над... Ух ты! Звирепый, вы поглядите. В кустах поджидал. Пассажиров не беру. Машина ремонтируется по частям. То есть, чем больше у вас прокачана эта мастерская, тем лучше идёт ремонт. Поэтому, если машина повреждена, добиваем её. Благо ещё... Ой-ой-ой, там толпа зомби. Благо ещё много у нас есть транспортных средств в мире. Надо их использовать. Ну, в следующем городе я постараюсь в следующем лагере обустроить. В мастерскую. Пускай сами обучаются и повышают свои скиллы. Но в зомби полно, оружие в лагере есть. И пускай занимаются сам обучением. Почему я должен всех обучать? Хеллоу, хеллоу. Я думаю, что сейчас, естественно, в этом доме никого не окажется. Вот, и нам придётся с вами, естественно, искать ещё в нескольких домах этих выживших. Давайте осмотримся. Тут есть какие-то ресурсы. Главное быть предельно внимательным и не напороться на зомби. Больше всего меня смешит вот в этом вот задании. Это то, что, когда вы находите выжившего, иногда он оказывается в одной комнате с зомби. То есть зомби там либо сидели, либо валялись, либо вообще просто ходили. Этот выживший сидел в углу, и зомби было совершенно насрать на него. Вот это самое забавное. Вольвер-дипломат, 45-й калибр. Пригодится. Подсвечник. Ценная старинная вещь. Сейчас таких не делают. Ну, зомби, я думаю, оценят. Агрегат. О, там кто у нас идет. Какой серьезный товарищ. Пора двигаться дальше. Рюкзак. Главное, особо сильно не шуметь. О, тут есть консервы, еда. Отпускки. Пора отсюда утекать. Ребята, ребята, меня здесь нет. Что у нас стоит стрельба-то? Не, эээ, одиночными патронами, а очередями. Хоть у меня заканчивается выносливость. Присадиться и уезжать. Точнее, надо их раздавить для начала. Я не хочу взбираться с ними. Капаш. Ну, выжившие могут быть в нескольких домах. Естественно, это классика жанра. То есть, сначала в одном доме мы их не находим, а потом нам дают задание найти их в других. Смотрим на стройплощадке, может быть. Спрятался. Вряд ли. Хеллоу. Хеллоу. Ну, вряд ли здесь кто-то сидит. А хотя нет, вон сидит она. Ну, что, тебя проводить, что ли? Ты не могла отсюда добраться самостоятельно? Странно. Очень странное решение спрятаться на стройплощадке, на которой дырявые стены. Ну, она сама побежала. Смотрите, классный квест, просто логика зашкаливает. То есть, главное, нужно было ее мотивировать. Как только я сказал, беги, беги, и она сразу побежала. Офигенно. Ну, ладно, мы хотя бы ее быстро нашли. С нами она ехать не захотела, а решила пробежаться. Так сказать, размять свои батоны. Вон, там сражается активно. Может, это хотят тебя подвезти? Подруга. Нет, она не хочет. Ну, надеюсь, что добежит. Может, ей там по дороге сожрут. Но это ее проблема. Не хочет, как хочет. Не хочет, я не заставляю. Не принуждаю ее. Ни к чему. Все только на добровольной основе. Значит, разгружаемся сейчас и едем за жирным. Эту машину на нем я доломаю, потому что так мы его... Но если будем расстреливать, это будет очень долго из винтовки. Я почти в дом. У тебя что-то доброе? Я покажу тебе, когда я туда. Вот так. Не скажи, что я никогда не дам тебе ничего. Смешно. Много медикаментов, мало патронов. Достаточно много строительных материалов и топлива. Патронов, я думаю, хватит. Мы по нему там особо стрелять-то и не будем. Бессмысленная трата боеприпасов. Ну, дубинка его тоже калашматит. Не самая удачная идея. С нескольких мощных попаданий. А может быть, даже разогнавшись, он Маркусу затопчет. Самый легкий способ, это именно на машине его раздавить. Где там этот жердяй-то находится? Как туда еще хрен знает проехать-то? Так, тут надо сворачивать. Понятно, разберемся. Сворачивать надо будет до туннеля. Направо. Самое забавное, когда мы поедем назад, знак уже, заметьте, будет стоять. Зомби, наверное, его снова поставят. Вот так работает физика в этой игре. Куда-то здесь свернуть? Нужно попробовать заехать вообще через лес. Я не уверен, что мы здесь сможем проехать с вами. Но это надо сделать, потому что как мы его будем бить? В рукопашную, я не представляю. Слушайте, а мы здесь не проедем. Трюмбол, я знаю, это тяжело, но мы должны сказать, что вы не уберете ни одного из ваших любимых любимых любимых, даже после того, что они были уничтожены. Эффекты на экосистема локального экосистема могут быть уничтожены. Чтобы правильно избежать от их любимых любимых, закрепите их в пластиковые пластиковые пластиковые, и оставьте их на улице. Патроли будут собрать какие-то остатки, и отправьте их в армию для автопсии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут у нас, ребятки, проблема с вами. Собаки. Да вы здесь взялись-то, вашу дивизию. Да отстань ты от меня со своими обучениями. Ты видишь, что тут происходит? Старантас как бы не загорелся бы раньше времени, но надо их всех настоять. Ну что значит, в одиночку путешествовать. Скоты. Представьте, вот если бы это на самом деле произошло бы с этими зомбарями. Куда бы мир скатился? Вот что бы делали правительство? Как в Резидент Ивле сбрасывали бы ядерные бомбы на города, добивая и живых, и мертвых, пытаясь сжечь их. Появился бы какой-нибудь вирус, который бы оживлял трупы, и чего? И армия живых сражалась бы с армией мертвых? Да, ну там машина, по-моему, под мостом не проезжает. Вот здесь вот можно пройти. По горам лучше не лазать. А искать всегда проходы. Но я так понимаю, тут не жирный, а человек, который предлагает нам квест. Кто-то из нашей общины, скорее всего. Жердя это будет находиться совершенно в другом месте. Но если он будет где-то вот здесь в горах, это будет весьма-весьма печально, потому что мы не сможем его завалить вот в рукопашную. Нас тут и так что-то не сожрали. Подожди, чувак, дай мне сначала исследовать сундучки, рюкзачки. Тут можно и пошуметь, зомбарей вроде нет в округе. О, отлично. Револьвер СП-101, 357-й калибр. Вот у нас были патроны, такие, вроде бы, пригодится. Крепкое деревянное весло. Кукла и еще один рюкзак. Ну, затарились вроде по полной программе, пошли. Гаш, уйтло. У нас кончились патроны. Ну что ж, где жирный? Где жирный? Жирный у нас находится в лесу, рядом с машиной, это хорошо. Плохо то, что там всякие бревна валяются, и разогнаться будет весьма-весьма проблематично. Если хорошо разогнаться, можно его задавить с одного буквально наезда. Но это если разогнаться. Человек, ты мне загораживаешь весь обзор. На уж, толпа зомбарей нас тут подловила. Очень-очень не вовремя. Если бы не машина, убежать бы от них, я думаю, мы не смогли бы, и Маркус отбросил бы коньки прямо здесь. С одним мы разберемся легко. Теперь главное раздавить этого товарища. Выехать-то сможем ли теперь? Жир-дяя, вот я его вижу, нарисовался на горизонте, ходит там такой довольный. Ой, там и свирепый, какие тут люди классные. Убить их обоих. Свирепого задавили. Ну, по нему всего один чирк машины достаточно, чтобы его убить. Жирный стоит очень нехорошо. Там, кстати, рюкзак, оставленный кем-то. Вот как здесь протиснуться, чтобы его ударить? Вот так и протиснуться. Ой-ой-ой, валим отсюда быстрее. Сейчас тачка взорвется. Беги, чувак, сейчас будет взрыв. Термоядер. Охренеть. Пипец. Вот это моя называется... Слили машину. А она... Послужила благому делу. Рад придется отсюда мне выбираться. Тихо. Без транспортного средства. Как к родному прибежал. И еще идут. Что ж вы дергаетесь-то? У меня не хватит места в рюкзаке, чтобы сейчас забрать все, что здесь есть. Отстань, Лили. Ну да, тут можно неплохо прибрахлиться. Предлагаю найти машину и еще раз сюда приехать. Так, надо поставить точку на карте. Пардон. Так. Хотя тут, в принципе, видно. Где это место находится. Найти машину, еще раз приехать и... Нужно забрать, положить в багажник все, что тут есть. Есть вот еще один пикап. Заменим один на другой. Уже не поломанный. Либо вариант номер два. Полицейская машина тоже. Неплохая альтернатива. Быстрая, но при этом, я думаю, она будет хуже управляться. Ну, все, с жирным разобрались. Помогли Гажу Уитлоку. Ему еще очень сильно повезло, что он успел бежать от машины. Вот, сейчас поедем в лагерь, разгрузимся и после этого займемся расчисткой крикунов. Я даже никого с собой, наверное, брать не буду, потому что... Какой в этом смысл? Мы их раздавим сначала около здания, а потом добьем тех, кто остался внутри. Так, прелестно заехал. Не, меня физика в этой игре просто радует. Машина застряла колесами над землей. Вот, просто заехала и застряла. Прелестно. Но у нас есть резервный вариант. Многие подумают, что всю тачку можно списывать со счетов, но нет. Можно сделать вот так. Все элементарно. Одна кривая физика компенсируется другой кривой физикой. Дэнс. Полезаем. Слушай, ты меня уже достал. Вот возьми сама и обучи. Тихо, тупых. Дебилов, как выживать. Просто соберитесь вместе и походитесь на зомби. И все вы поймете. Нет, на полицейской здесь не заедешь. Это какая-то хрень. Вот хотел я использовать эту машину, но... Ну, кстати, знаете, как мы можем сделать с вами? Опять же. Все элементарно и просто. Вот кривая физика, она зацепляется бампером и просто зависает. Вряд ли бы в реальности так произошло. Так я ее использую. Я упорен в своих начинаниях. Мы сделаем вот как. Я оставлю здесь. Короче, полицейская машина только для езды по ровной местности. Больше никак. Мы с вами разгрузим все барахло. Багажник. Там вроде четыре слота надо было. Вот. Придется побегать опять нам, так сказать... Бегом. Забрать все, что было в рюкзаке и... Потом уже... На полицейской машине доехать до лагеря. Вносливый четвертый уровень тем временем у нас появляется. Как так можно было засрать движок CryEngine 3, что машина застреет в воздухе над горой? Ну, вот так мы ее использовали и поехали. Будем знать, что она ездит только по ровной дороге. Ну, у нее, в принципе, да, посадка достаточно низкая. Поэтому эта машина не для российских дорог. Которая... Вдали от крупных городов примерно вот такие же, как здесь. Полупроселочные. Машина бы странно управляется не активно. Зато у нас тачка шерифа. И тем временем у нас вечереет. Накроем дверь. А то тут зайдет. Несколько незваных гостей. Сейчас займемся расчисткой местности. Потом, может быть, я обучу Джейкоба в конце серии. Посмотрим, как тут дело пойдет. Можно взять еще парочку анальгетиков. Патронов, я думаю, хватит пока. Не будем один слот еще дополнительно занимать. Сейчас тут расстреляем эти четыре. У нас появится дополнительный слот. Ой, какие там витки идут. Товарищи-то. Надо быстрее забирать и сваливать. Снова в лагерь. Надеюсь, тут отстреляют. Даже дверь не буду открывать. Перелезем. Два чувака на вышке. Три чувака на вышке. Должны справиться. Блюду-то они безопасности очень-очень прилично сегодня. Повторяюсь, я никого не буду с собой брать. Я разберусь. Я один. Че не стреляй с тобой? Алло. Приходится самому заниматься. Возьмем тачку с непрорисованными колесами. Знаете, из-за чего скорее всего этот баг? Мне кажется, потому что колеса вращаются. То есть они продолжают вращаться, когда они остановились. Это вот такое ускорение вращения дисков. И самих шин происходит. Ох, как прыгнул. Просто мировой рекорд. В прыжке с места установил. То есть машина останавливается, а колеса продолжают крутиться. Да-да, и такие баги бывают. По всей видимости, в этой игре. В общем, два крикуна внутри. Сейчас мы попытаемся тут их раздавить как-нибудь. Будем давить задом. Нравятся мне эти вот джипы тяжелые, кровоправляемые. И надолго хватает их, особенно если задом давить. И капотом. Еще лезут. Со всеми разбираться, ну не с руки, слишком долго. А вот так вот раздавить их. Самое милое дело. И патрон тратить не надо. Все что ли? Так, вижу, одного крикуна. Второй там же. Вы даже откинетесь. Что это за ватафак? Зона безопасности. Зона безопасности. Надо закрыть дверь. Безопасность такая относительная. Там уже сзади я вижу зомбарь. Да ты ж ублюдок. Откуда ты взялся? Сука, дерьма. Брати, в ногу. Отдыхай. Так, я тут хотел подумать, брать ли эту еду. Ну ладно, одну возьму, другую вскрою. Пять закуски. Ибупрофен. Заберем. Надо обыскать этот магазинчик на заправке. Еще еда. Блин. Ну у нас еды вроде много, можно вскрыть. Есть кофе. Еще закуски. И у нас... Крелестно, заканчивается место. Ну, значит, разгружаем в багажник. Так. Там их... Дадут мне ее обыскать, естественно. Во сне, наверное, только. И еще еда, вскрываем. Еще закуски. Все. Старается, смотрите, паренек. Головой колотит. Поехали, поехали, поехали. Единственное минус для этих вот тяжелых машин, то что они тяжело управляются. И неповоротливые. Открываю, открываю. Холодненького, горяченького, девочек побольше. Все будет отлично. И Маркус снова готов к труду и обороне, так сказать. Ну, еще пару мест заражения можно зачистить. Таким же примерно образом. Влияние наше растет. Без нас вообще эта община существовать, по-моему, просто не может уже физически. Вот теперь стоит патронов взять. Так, 102 у нас есть. Еще тридцатник возьмем. Разгружаем все, что есть в багажнике. Чем у нас община занимается? Вообще не знаю. Ладно, там мало. Не до. Каких-то дел мирских, но... Остальные-то... Остальные только уходят в рейды и пропадают. И потом нам приходится опять же их каким-то образом искать, возвращать в лагерь. На улице, кстати, темнеет. Ну, я имею в виду в игре. И меня не радует. Ночью зомби больше, и они опаснее. Но эти закуски мне нафиг не нужны. В основном я их забираю и разгружаю чисто для опыта, для влияния над другими членами общины. Ну, что ж, продолжаем зачистку. Продолжаем их давить. Серьезно, тут развелось каких-то зомбарей вокруг. Слишком много. Сейчас ближайшие зачистим. У нас строение. Вот тут сразу было два. Ничего, ну конечно. Без нашей помощи это, если перевести на русский язык, без помощи Маркуса. Как-то здесь неудобно будет выезжать туда-сюда, но мы будем... Туда, сюда. Туда, сюда. Выходит. И выходит. Физика меня просто... гоняет в край. Машина не пролезает в проход. Но надо раздавить всех. Вот тут смотрите, сколько их вылезло. Тактика очень простая. Сейчас он опять за дверь схватит. Раз ее. Абут. Давайте. Давайте быстрее, чуваки. Хватит там полчаса лезть. Чего вы тут? Мясца, что ли, не хотите? Вот тут мясцо бегает. Блин, они дверь вырвали. Вот это уже опасно. Если я не выгоню Маркуса из машины, он окажется сразу против толпы зомби. Давайте, давайте. Я вас об угол буду давить. А? Хорошо идет. Представляем, что это определенный акт происходит. Предмет входит в дырку и выходит. Входит. И выходит. Ладно, если делать ритмичное, получаем максимальное удовольствие от процесса. Надо встать, а то они так и не решатся. Отдыхать. О! А вот это уже было совсем не кстати. Да. У нас вы так не хотите в дырку, будем, значит, по башке. Будем заниматься оральным. Блюдок, тут еще и кислотник был. Ребятки, много бежит. Главное, чтобы не все одновременно. Маркус, выдохся. И причем он выдохся уже, видите... Ой-ой-ой, сколько их там прет. А ведь у нас другие. Выдохся весьма основательно. У него уже полоска выносливости не устанавливается до конца. Да, сколько их там в этом доме-то? Их уже лезло штук, наверное, 30. И еще выгодно купить. Пошел нахер отсюда. Опять Маркус ведь выкинет. Нет, он сумел его... ...отшвернуть. Битва на машине происходит полным ходом. Когда они вырывают дверь, уже опасно сидеть в тачке. Так-то дверью их можно хотя бы отбросить. Что-нибудь прикрыть? Все, что ли? Нет, еще там есть. А, вот ты идешь. Красавчик. Что у нас здесь такое? Легкие закуски в коробках. И сковородка. Так, еще одна, значит, зона заражения. Скопление зомбарей расчищено. Давайте тут обыщем все. Вроде как есть ресурсы. Правда, на улице совсем стемнело. Мне вдвоение не нравится. Тут есть стеллаж. Шкаф. Ипровизированный глушитель. Пригодится. Какой-то кейс. Тут может быть оружие. Или патрон. Дробовик. 1300. Хантер. И патрончики для нашей винтовки. Это хорошо. Дробовики я особо не люблю, потому что... Ну, с... Большой дистанцией они довольно косо стреляют. Ничего нет. А я уже слышу нехорошие звуки. Энергетический напиток. Маркус, ты выпрыгнешь отсюда? Нет. Выпрыгнуть отсюда не может. Придется через дверь. Там крикун стоит. Конечно же, естественно, патрон не пролетает в открытое. Так, но зачем? Да, вот так вот мы сейчас понаслаждаемся. Ни с уничтожением. Блин. Опять бежит толпа. Еще и спецназ. Топ-тя на долю секунды успел раньше ударить. Давайте, кстати, используем. Используем. Только остановились на секунду. Уже бегут. Энергетический напиток, чтобы установить временную выносливость. Это еще что такое? Инструменты для работы по дереву. Ну, это мы можем забрать. Есть еще какие-то ресурсы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Три зоны заражения. Очищенная. Жив-живбит. Она тут слетает, как истинный паркурщик. Осталось только одно задание. Это обучить Джейкфу. Слышишь, Эли, ты меня уже заколебал, если честно. Своими обучениями. Там жирдяй. Как дела? Как обычно, толпа зомби. Вот, видишь. Чуваки бегут. Косой стрелок с вышки не успевает их отстрелять. Поэтому приходится Маркусу в рестлинговом стиле с ними разбираться. Кто на вышке такой там косорукий из вас? Ну, всех мы будем тренировать и обучать уже в следующей серии. Схожу с Джейкфом, там что-то ему надо было. Остальные все потом. А тут больше никого и нет. В принципе, вот только Алан и Джейкф. Теперь хотя бы можно на карту взглянуть, а то на... Так, пропавший, выживший. Да ее упало. И опять... Искать. Даже тут уже у нас кто-то в лагерь, по-моему, залезли зомбарей. Спокойно не постоять. Теперь молотую. Ну, я имя практически не пользуюсь. Прочитаю старый добрый способ в рукопашную. Можно пока выложить. Кто опять пропал? Какой идиот опять пропал? А, ну это вот, скорее всего, второй пропавший. Теперь его местоположение обнаружено. Тогда обойдемся без Джейка, понайдем. Тут у чувака и серию закончим. Ох, ой, зомбарь, похуй. Воротами всем насрать. Жирный ходит рядом. Но я на него машину не буду ломать. Если подойдет к лагерю, тогда да. Там, кстати, дробовик как-то стреляет. И поэтому... Так вот, косы летят снаряды. Че страшно, улей? Больше всего бесит, когда они подкрадываются вот так вот сзади и... Беззвучно атакуют. Какая-то там, слушал очередное сообщение о сброшенных поставках КЛИО военных. Зомбарь успел Маркуса покусать. Так, слегка. Опять кончается выносливость, а ночью нас может здесь подстригать свирепый внутри. Там, слушайте, есть зомбарь прямо за дверью. Кого здесь нет, кроме толпы зомби. Что за хрень? Попал. И все равно не остановил выстрел. Сдохните вы уже окончательно. Ненасытные собаки. Ну, конечно, тут никого нет. И нам придется сейчас еще по пяти домам искать. Тихо, тихо, тихо. У нас, кстати, остался всего лишь один анальгетик. Ёкарный бабай. Четыре дома. Да вы что, охренели что ли? Так, мне нужна машина. Хотя бы вот тот вот небольшой жучок. Знаю, честно говоря, что это за марка. Похожа на Volkswagen. Но тут, естественно, никаких марок нету. Благо, чтобы не покупать на машину, естественно, лицензии. Даже в гитарке такую роскошь себе не позволяют. Там где, кстати, сбросили клеил свои припасы? Да хрен знает. Кат даже и не посмотришь. Зомбари напирают. Вот ночью искать кого-то, это самоубийство. Да еще этот скотский рандом подсунул нам четыре сразу дома для поиска. Куда этот придурок ушел и пропал ночью? Куски тупо, дерьма, бесполезные люди, которые просто, скажем так, отправляют нам жизнь в общине. Квысты довольно сложные, но с точки зрения логики это полный бред. Вот опять толпень бежит. Я не знаю, как вот с ними со всеми разбираться. Мы сейчас просто машину угробим. А прикиньте, если бы их не давить, а уничтожать рукопашную. Или там отстреливать. Пулемета не хватит. Двери вырвали, все вырвали. Тут еще и полно мест заражения рядом. Кончитесь или... Блюдки нет. Налезаем. Действовать быстро. Да. Не, это просто издевательство какое-то. Мне его не найти сейчас, этой ночью. Мне не хватает ни анальгетиков, скоро уже эта дубинка сломается. Я тебя найду, сейчас сам пристрелю. Вот просто ради упорства, ради хардкора я это сделаю. Хотя этим лучше заниматься днем. Где этот хер моржуй? Да что ты говоришь. Конечно, ничего тут не осталось. Еще осталось 10 домов обыскать. Давайте сделаем так. Все-таки надо поехать немного прибрахлиться перед этим зданием. То есть мне надо больше анальгетиков взять. И еще выпить кофейку. И на этой же раздолбанной тачке я приеду и... Да найду этого. На букву П, чувака. Ооо, да, давай. Иди сюда, жертвец. Сколько машин уже пригнал сюда. Целая стоянка. Ну, одну мы сейчас взорвем. Еще одну за эту серию, наверное. Что за фига? А, нормально, под вышкой бягает. Всем насырает. Боеприпасов вообще осталось крайне-крайне мало. Надо бы в оружейный магазин сходить. Может, что-то найдем. Так, с патронов. Ну, патронов... Можно еще чуть-чуть взять. Возможно, пригодятся. Молодцы. Энергетиков поболее. Возьмем даже 5. Один сразу применим. Стоп, и кофе хотел я попить. Или энергетик какой-нибудь выпить. Временно увеличить... Количество энергии. Ну что, хардкор продолжается. Вам, ребят, что дверь закрывает? Что открывает? Вы тупые дебилы. Все равно их пропускаете. Жирные пока. Желаете сесть на диету? Блин, в каком он доме? Это все может быть совершенно рандомно. Продолжаем наш обыск. Так. Хлоу? Хлоу, блюдок, ты где? Тупой кусок дерьма. Ты где? Вылезай. Так, я слышу, что уже за мной гости пришли. По звукам их много. И они чем-то недовольны. Привет, толстяк. Патронов много, поэтому я угощу всех желающих. Естественно, его здесь тоже нет. Ух ты, сколько здесь всего. Ингредиенты для выпечки. Конечно, опять это закуски. Толст. Убираем все. Нам пригодится добро. Звук махтан. Очень-очень много. Пора идти. Да, по законам жанра он будет в последнем доме, неважно, какой мы из них будем обыскивать. Даже не буду с ними разбираться, пошли нахер. Мы просто уходим. И заходим в следующий дом. Здорово? Кто здесь? Где ты, мазафакин-шит? Идиот. Интересно, я смогу его пристрелить, если я его найду? Я просто с удовольствием это... Сделал с превеликим удовольствием. Ну, конечно. Ебстетственно, его здесь нету. И придется его искать в последнем доме, который вот остался. Чувак, извините, но мне пора ехать. Вот там, как раз, около жирного дома был. Вот именно там он и сидел. Довольный сидит. Крикун стоит. Вот в этом доме он у нас сидел, спрятался. Ну, теперь точно гарантированно, этот хер сидит здесь. Это уже сто процентов. Anybody home? Anybody home? Где ж ты прячешься? Я тебя все равно найду. И застрелю тебя собственноручно. Втором этаже. Конечно, открываю дверь, бью первым. Зомби. Скрипту хватает раньше. Прикиньте, если его здесь не окажется. Последней комнате в последнем доме. Вот он. Че? Очистите зону от зомби. Каких зомби нахрен? Пошли отсюда быстрей. А, ну, он там стоит. А, все, он готов вернуться на базу. Да неужели. Чувак, вот просто мне в тебя хочется... Не в него, а в тебя. В последнем скотино-доме, в последней комнате, он сидел. И в четырех домах... Это ж надо такую подставу устроить. Еще и ночью. Машина еще эту можно использовать в качестве тарана для очистки остальных там зон заражения. Все, пошли. Довез я тебя. У нас есть зомби-активия. Три о'клок. Три о'клок. Если сзади схватят, три о'клок. Жалко, дубинка скоро в Клеовской сломается. Но она послужила верой и правдой нам. Разгружаемся и на этот момент серию заканчиваем. Да, они уж, по-моему, второй раз нас предупреждают. Кстати, сбросили прямо рядом с нами. Но этим займемся в следующей серии. Я надеюсь, что квест там не закончится к тому моменту. Потому что мир здесь живет как бы своей жизнью. Ну, не до такой степени. Может быть, там еще найдем одну Клеовскую дубинку. Предлагаю на этот момент серию закончить. Если вам понравилось, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На основной, на дополнительный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами Мукрестоносец. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok